Не верится, что такое бывает в середине ноября. Погода сейчас самая обсуждаемая тема, точнее температурные аномалии очередные. Только в столице за неделю три температурных рекорда. На десяток градусов выше нормы. Накануне на окраине Москвы была даже гроза, в другом районе и град. Между тем, специалисты предупреждают, такие погодные изменения могут негативно сказаться на нашем здоровье. Люди с пониженным артериальным давлением впадают в спячку. Низкое атмосферное давление усиливает их естественную гипотонию. И по себе и остальным высокие температуры понижают содержание кислорода в воздухе, что затрудняет дыхание. К тому же в таких условиях прекрасно распространяются острые респираторные заболевания и грипп. Вот нарисовала картину. А что делать? Ну, когда же температура придет в норму? Давайте узнаем у ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Елены Волосюк. Елена, здравствуйте. 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 Вы знаете, пусть в этот единственный выходной все останется без изменений. Можно? Пусть так и будет. Теплый ноябрь продолжается. И практически на всей европейской территории России, я думаю, что завтра мы узнаем о новых температурных рекордах. А такая аномальная осень была когда-нибудь, вот как сейчас он в нашей стране? Ну, такая осень была в Москве, по крайней мере, и в 52-м году, и в 27-м году. То есть периоды тепла, такого аномального тепла, они были. Ну, думаю, что просто она не будет такой уже длинной, как в минувшем летом. Но более-менее понятно, когда все встанет на свои места? Начнет вставать на свои места все не раньше середины следующей недели. А пока мы продолжаем оставаться во власти очень теплого воздуха. Ну, давайте с удовольствием посмотрим на высокие цифры. Высокие цифры этого воскресенья. Да. Лишь на севере европейской территории России температуры держатся около нулевых значений и слабые минусы на территории Мурманской области. А в Санкт-Петербурге, в Карелии 0,5, и там достаточно много облаков и осадков. В Центральной России очень тепло. Здесь менее плотный облачный покров, дожди проходят лишь в отдельных районах. И в течение завтрашнего дня в Нечерноземье плюс 5-10 градусов. В Центрально-Черноземных областях плюс 10-15. Необыкновенно тепло на юге нашей страны. На территории Краснодарского края, в Ставрополье, плюс 20-25. Я хочу сказать, что на Черноморском побережье Кавказа в мае было гораздо прохладнее и менее комфортно. Люди купаются сейчас. Ну, это на любителя. Итак, атлантическое тепло, оно уже накрыло и Уральский регион. И хотя завтра здесь станет чуть прохладнее, тем не менее столбики термометров отнимутся до плюс 4-9 градусов. Потепление наше, европейское потепление, начинает распространяться и на просторы Сибири. Сегодня его влияние ощутят на себе жители Омской области. А вот в воскресенье, к концу дня, оно уже достигнет и берегов Енисея. И здесь повсеместно температуры уйдут в область положительных значений. Что же касается дальневосточного региона нашей страны, то он держится автономно. Традиционно морозно на Колыме и в Якутии, а вот юг и Дальнего Востока терзают циклоны. Сегодня один из них продолжает портить погоду на юге Хабаровского края, в Приморье. Но завтра ненастье уйдет на Сахалин, но снег прекратится лишь на юге Приморья. А на берегах Амора и Севере края пронизывающий ледяной ветер и снежные заряды при температуре 0-5 градусов. И только Уэмикон стабильно в минусе, минус 35 градусов. А вот я смотрю на эту цифру, я, конечно, не синоптик, я только учусь, но что-то мне подсказывает, что зимой холодов не избежать. Аномальных тоже. Но вы знаете, там уже и сейчас отрицательные аномалии, причем значительные. Ну, как говорится, и по дереву постучим. Пусть будет чуть поморознее со снежком, но не так. Спасибо большое, Елена. О погоде на этот единственный выходной нам рассказала ведущая специалист Центра погоды Фобос Елена Власина. Хорошо вам его провести. Хорошей погоды. Спасибо.